Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о том, как я учила и всё ещё учу турецкий язык. Хочу поделиться своими методами, секретами и рассказать о моём проекте, который я сделала специально для изучающих турецкий язык. Давайте начнём с того, что я начала учить турецкий в 2018 году, уже почти два года назад. И начала я его учить вообще совершенно случайно. Я не хотела готовиться к ЕГЭ, к экзамену. Мне было лень, я знала, что у меня нет там практически бесплатных мест, и я, скорее всего, не поступлю, и я решила учить пять языков сразу же. То есть у меня был такой марафон языковой, я думала, что каждый день буду там по два языка изучать. Вот я взяла себе четыре языка совершенно из разных языковых групп, то есть это был у меня испанский, английский, шведский, китайский, и я не знала, какой бы выбрать ещё. И тогда я поняла, что я недавно была проездом в Стамбуле, упали несколько часов, но почему-то я не помню, как звучит турецкий язык. Я вообще не знаю, как он звучит, хотя в Турции я была там тысячу раз, и я решила вообще просто попробовать узнать, что такое турецкий язык. В итоге затянул меня только турецкий язык. Это очень смешно, потому что моя любовь к турецкому началась с исполнителя, которого я сейчас вообще не слушала, и тогда я слушала очень такую попсовую музыку, сейчас она мне уже перестала нравиться. Но я понимаю вот эту любовь к ней, потому что кажется, что вот она такая турецкая, тёплая, классная, весёлая музыка. Но потом я узнала, что есть ещё другая, которая мне всё-таки ближе, и я, например, русскую попсу никогда не слушала. И я вообще поп не особо люблю, я люблю другие жанры, поэтому сейчас я нашла уже более для меня подходящую музыку на турецком языке. А тогда я просто думала, что вот, да, есть поп, ну и ладно, это поп, я всё равно буду его слушать, потому что он прикольный. Но на самом деле, да, есть там прикольная часть. И я начала слушать Эдита, турецкий певец Эдит, у него тогда вышел как раз новый альбом, и мне так понравилось, и я подумала, это турецкий язык? Это не похоже на, типа, мы делаем шашлык? Давайте сейчас посмотрим, чем я занималась, когда я начинала учить. Во-первых, у меня была такая тетрадь. Я, кстати, снимала уже видео об изучении турецкого языка, но я понимаю, что тогда сама очень мало всего знала, поэтому сейчас я расскажу вам больше, и это будет информация получше. Я начала, конечно же, с алфавита, потому что алфавит в турецком языке, как многие, скорее всего, знают, он отличается. Позже я начала записывать, скорее всего, это было в тот же день, я начала записывать разные слова, вот это вот все, как сказать «да», «нет», «спасибо», «пожалуйста». Дальше у меня шли цифры, что здесь еще есть, фразы разные, типа «сцени савьёру». Есть такой сайт «Speak Asap», там я брала самую базовую грамматику, я вам оставлю ссылку на него. Он очень классный, там прям несколько видео и заданий. есть объяснение, упражнение, все-все-все, поэтому базовую грамматику можно взять там. Есть еще один хороший сайт, вот он. Там есть вообще вся грамматика, мне кажется. Он тоже очень хороший, там я делала по первым темам, по самым тоже базовым упражнениям. Но все равно мне было сложно одной, и я делала-делала, но не до конца понимала, что я делаю. В тетради, в общем, я записывала просто слова по темам, например, здесь вот «еда», я записывала еду, там «люди», да, я записывала что-то про людей, про семью, про работу и так далее, канцелярия, я помню, у меня здесь была, одежда. И сейчас, для того, чтобы вам это все не переписывать, у меня есть собственный проект, я создала чек-лист, что-то вроде сборника, вам там даны списки слов самых разных, это существительные, глаголы, прилагательные, наречия, вопросы, цифры, все-все-все, и даже грамматика. Я тут включила грамматику, и вы можете просто отмечать, там прям специальные такие окошечки есть, вы можете отмечать, что вы уже выучили какое-то слово, и они собраны как раз по группам, поэтому вам не надо это все записывать, переписывать. Я думаю, что это очень удобно. Мой чек-лист стоит как там две чашки кофе, он стоит 300 рублей, поэтому вы можете перейти по ссылке и заказать его у меня. Я помню, как мне трудно было учить глаголы, они мне казались абсолютно одинаковыми, например, там, алмак, аромак, анламак, очмак, вот это вот все, башламак, бекеремек, беймек. И моя мама просто смеялась постоянно и придумывала свои какие-то глаголы, которых не существует. Это какие-то слова на турецком, потому что она меня так передразнивала. Самый простой вариант на самом деле, это просто записывать основу глагола, то есть, например, глагол башламак, начинать. Вы записываете просто башла, ставите черточку, такую жирную черточку, потому что это у вас там окончание у глагола еще есть, что это глагол. Если вы будете так делать, то у вас не будет путаницы, когда надо будет вот этот инфинитив, глагол, например, ставить уже в какое-то время, потому что хочется все время ставить и там дальше что-то, что-то, хотя мек надо всегда убирать, то есть просто лучше запомнить став. Еще падежи. Для меня падежи это была проблема, и все еще бывает, но я уже практически понимаю, как их использовать правильно и практически всегда угадываю. Надо просто на нескольких сайтах посмотреть, что каждый падеж значит и какие есть исключения. Вот исключения, это очень важно. Например, в турецком они не говорят там бояться кого-то, они говорят буквально бояться от кого-то. То есть от... я боюсь от собак. Вот так вот. Еще есть один хороший учебник, в котором собраны упражнения, там, по-моему, 5000 упражнений, и я тоже постоянно их записывала в тетрадь, у меня есть еще одна тетрадь специальных для упражнений, и это очень помогает, когда вы все это прописываете, хотя бы по 10-15 минут в день занимаетесь именно грамматикой упражнениями. Сейчас я хочу вам показать еще... у меня здесь очень много разных листов. Как я учила еще турец. Песни, которые мне нравились, например, вот, очень известная песня, «Сэнда, да, Гюзаль», вот эту песню я печатала текст и подписывала все слова, которые я знаю. Например, я знаю, что такое Гюзаль, да, Гюзаль-то красивый. Я пишу просто «красивый». Может быть, это неправильно именно в этом предложении, потому что «да, Гюзаль-то еще красивее», но неважно. Я, например, не знала, что такое «да», я знала, что такое Гюзаль. Если мне попадается какое-то слово «постоянно», то есть оно здесь в песне используется больше, чем обычно, я его выписываю первым себе куда-то в тетрадь или подписываю первым. А так я вообще практически все слова переводила. Или переводила прямо вот по строчкам. У меня было очень много таких песен. Кстати, я не подписывала, но мне кажется, что у меня было несколько копий. Но у меня было очень много этого. Вот, например, песня «Эдисос», которую я начала слушать вообще турецкую музыку и занялась турецким. Я помню, мне очень нравилась песня «Икиашек». Вот я ее подписывала тоже. Так что вот такой классный метод. Мне кажется, можно просто включить свою любимую песню, распечатать текст и писать перевод того, что вы знаете, и как раз учить параллельно то, что вы не знаете. Еще у меня были вот такие распечатки с временами. Здесь у меня все, по-моему, самые базовые времена. Я здесь пыталась разобраться, как же их строить. Записывала тоже какие-то правила себе. Здесь сопряжение глаголов и так далее. И мне кажется, что это очень классно, когда есть вот такая вот заметка со всеми временами. Но это тоже, опять-таки, неудобно, когда у вас это все на каких-то листах, и вы это убираете. Поэтому в чек-листе есть прям все то же самое, еще и с объяснением, как это использовать. Печатала себе такие картинки со словами. Здесь, например, вот мебель в доме. Лекарства у меня есть. Макияж. Тоже очень много всего. Опять я делала для себя специальные списки слов. И они были просто такими обычными, а чек-лист у меня красивый. Что касается прилагательных, их лучше в любом языке учить как... Что касается прилагательных, их всегда в любом языке лучше учить антонимами. То есть большой выучили и маленький выучили парами. Большой-маленький, старый-молодой, новый-старый, быстрый-медленный. Здесь они у меня тоже как раз по парам. Но это все есть и в чек-листе. Еще, конечно же, очень важно смотреть сериалы. Мне кажется, что каждый человек, который учит турецкий, не может обойтись без сериалов, потому что турецкие сериалы это просто бомба, огонь. Ну, конечно, немножко раздражает, что они длятся по два часа или два с половиной часа, поэтому можно смотреть турецкие фильмы. Турецкие фильмы длятся полтора-два часа. И они обычно такие очень прикольные, тоже там используют базовую лексику. Поэтому для тех, кто не любит сериалы, не любит турецкие длинные сериалы, можно смотреть фильмы. У меня в группе, у меня есть специальная группа, в которой я делюсь прогрессом изучения турецкого языка. У меня есть прямо рейтинг фильмов, того, что я посмотрела, и сериалов. И вы можете зайти и выбрать что-то для себя, исходя из этого рейтинга. Но мои любимые сериалы это «Фи», потом это «Черная любовь» Карасенда, «Аркенджи Куш», «Ранняя пташка», хотя я ее не досмотрела. Я, кстати, многие сериалы вообще не досматривала. Из последних мне понравилась «Атие», на Netflix я нашла. И что-то было еще. Последний сериал, который я смотрела, прям такой турецкий-турецкий, из длинных сериалов, это был «Харьяр Десан». Просто история, как обычно, девушки, парни, они сначала ненавидят друг друга, потом любят друг друга, и у них происходят какие-то очень странные, но смешные ситуации, поэтому тоже рекомендую вам посмотреть. Можно запросто учить те слова, которые повторяются. Потому что в каждом сериале, на каждом YouTube-канале, у каждого человека есть какая-то определенная своя тема, которой он или это в сериале, может быть, рассказывается. И поэтому постоянно одна и та же лексика повторяется. И так вы можете, например, слово «любовь» услышать там 10 раз за 30 минут, тогда, конечно же, вы попытаетесь, можно попытаться загуглить это слово, потому что в турецком обычно как слышится, так и пишется. Поэтому здесь не будет особо проблем. И вы просто пишете «та-та-та», «что это такое? Любовь, что это такое?» Можете записать это слово к себе в тетрадь или в заметке на телефон и продолжить смотреть сериал, и вы постоянно будете слышать это слово и будете у себя уже отмечать, что «ага, я это слово знаю». Это значит «любовь». Потом вам попадется оно где-нибудь в тексте, в песне, и таким образом вы его уже точно запомните. То есть слово должно попасться раз в 10 вам. Меня спрашивали, стоит ли смотреть субтитрами русскими, турецкими или без них. Мне кажется, что можно начать с русскими субтитрами, но мне кажется, что будете смотреть только на эти субтитры, потому что обычно это так. Но если вы, например, вообще никогда с субтитрами ничего не смотрели, тогда вам будет сложновато, я считаю, надо начать с русских субтитров, посмотреть там неделю-две. Потом перейти на турецкие субтитры. И вы уже будете читать. Вы опять не будете особо слушать то, о чем они говорят, вы будете просто читать, что они говорят. Да, у вас будет такая аудиодорожка, но вы в принципе будете сами читать, что люди говорят. Если у вас начальный уровень, мне кажется, лучше посмотреть недели две с русскими субтитрами, потом с турецкими субтитрами, может быть, месяц или два, потом уже перейти, чем лучше вы будете понимать, чем больше вы будете понимать, перейти на сериалы без субтитров. Даже какие-то легкие взять сериалы, может быть, мультики. Я смотрела мультики. И сериалы я как раз, может быть, особо не понимала, но вот мультики я понимала. Мне это очень нравилось, и они тоже мне помогали прокачать аудирование. Поэтому начинайте с самого легкого. Да, может быть, вам что-то неинтересно, потому что то, что вам интересно, вы еще не понимаете. Вам надо больше слов знать для этого и больше практиковаться. Но начинайте с самого легкого, потом переходите постепенно к сложным, к сложным. И тогда у вас будет больше возможностей, больше опций, что вы можете посмотреть, послушать или почитать. Это всегда так работает. Еще отличный метод запоминания слов — это карточки. То есть вы берете маленькую такую карточку, вырезаете ее из листа А4, например. На одной стороне пишете слово по-турецки, на другой стороне переворачиваете, пишете перевод на русский язык. И у меня, я помню, было, по-моему, за три дня или два дня, я сделала себе 400 или 500 карточек, и я выучила практически все эти слова. Хотя бы две трети я точно выучила. Но я не понимала, как их использовать, и я такая, да, я выучила, но я их чуть нигде не слышу. Потом я приехала в Турцию и поняла, что все эти карточки, они мне так помогли, потому что люди используют эти слова, которые я записывала к себе на листочек. Я не помню, что было какое-то хорошее приложение для изучения турецкого языка. Я пробовала Duolingo, но Duolingo мне для турецкого именно почему-то не понравился. Мне казалось, что там предложения какие-то странные, типа пингвин ест мороженое, и то, что ты, в принципе, в жизни использовать не можешь. Я учила там другие языки, и мне нравилось, но вот с турецким у меня почему-то не пошло. Поэтому особо приложения я вам порекомендовать не могу, потому что они либо все платные, очень дорого стоят, либо там ничего нет. Поэтому лучше смотреть на сайтах, все есть на сайтах. И теперь хочу вам рассказать о том, как проходит мое изучение в Турции. Пока я была дома полтора года, я учила турецкий, конечно, не полтора года, но у меня был там перерыв, может быть, на полгода, когда у меня как-то не получалось, и я это дело забросила. Но все еще тренировалась, может быть, раз в две недели, что-то делала, но не так продуктивно, как до этого. Вообще я очень такой медленный ученик в этом плане. Я не могу прям быстро-быстро что-то запомнить, мне надо очень долго над этим сидеть, там месяц изучать одно и то же правило, чтобы оно мне наконец-то запомнилось. И когда я приехала в Турцию, я особо не могла говорить. И я записалась на курсы, так как я не поступила в университет. Я решила, окей, у меня есть год, я хочу записаться на курсы, я хочу учить турецкий язык. И я пошла на курсы в Стамбульский университет, у них есть свой языковой центр, где вы просто изучаете разные языки, как я выбрала турецкий, конечно же. Там нам преподают носители, у нас есть мужчина и женщина. Занятия проходят 4 дня в неделю по 4 часа. Мне нравится, что мы очень быстро учим грамматику, это классно, потому что я, например, текст читаю, я уже понимаю, ага, что это за слово такое, что это за грамматика использована. Но в учебниках дается лексика, которую нам на уроках особо не дают. То есть, да, мы проходим что-то по учебникам часто, но часто мы занимаемся не по учебникам, нам дают отдельные задания, там какие-то на листочках или в интернете мы что-то делаем. Или сами, например, какое-нибудь сочинение пишем. Но я заметила, что в грамматике я разбираюсь, а вот в словах нет. То есть, они ожидают от нас, видимо, того, что мы должны сами это дома все учить. А слова у нас в учебнике меняются просто с невероятной какой-то скоростью. И в конце, мне это нравится, кстати, в этом учебнике, в конце каждого юнита, то есть каждого раздела, вам даются слова. Здесь их очень мало, то есть это какие-то новые слова, которые мы должны знать. Вот здесь больше слов, да, но это то, что мы учим из юнита или из каких-то предыдущих юнитов, но практически все новое. И этих слов очень много, и мы все это проходим один юнит за неделю. И поэтому, мне кажется, что это сложновато. Я начинаю все меньше и меньше понимать, о чем текст, потому что текст становится все сложнее в учебнике. И говорят с нами на какие-то более сложные темы, в которых я еще просто плаваю и вообще ничего не понимаю. И поэтому, да, это такая трудность. Хотела я вам еще рассказать о том, что есть такое явление, как языковая депрессия. Ну, это я так называю, я не знаю на самом деле, как это называется. Мне кажется, что вполне возможно, что это языковая депрессия. Это когда тебе кажется, что язык настолько сложный, ты его никогда не выучишь, и тебя это угорит в какую-то депрессию. Ты просто не хочешь уже ничего учить, тебя просто тошнит от этого языка. И у меня было так с турецким, сейчас у меня уже получше. Я не хотела совершенно ходить на занятия, я не хотела ни какие-то домашки делать, ничего. Люди со мной, как бы в Турции, люди со мной говорили по-турецки, и меня это раздражало. И я думала, блин, не говорите со мной по-турецки, меня это так бесит. Вот, хотя там мне говорили, типа, добрый день, сколько вам, не знаю, сколько вам семитов положить, и я такая, один. Вот, ну вот такой момент был диалог, и я помню, что меня это прямо раздражало. Еще, наверное, это связано с тем, что многие, когда слышат, что ты с акцентом разговариваешь, они начинают спрашивать, а ты откуда, начинают говорить с тобой либо по-русски, либо по-английски. А мне не хочется, чтобы со мной говорили на другом языке, когда я практикую турецкий. Но люди тоже пытаются быть, видимо, убежливыми, и они думают, что это прикольно. Но тебе, как ученику, это не прикольно. Еще одна проблема, это то, что все мои знакомые и друзья здесь, абсолютно все, они отлично говорят по-английски. И они не хотят говорить со мной на турецком, потому что я перехожу на турецкий, но им тоже хочется практиковаться, и обычно это все происходит в компании, и их больше, поэтому мы говорим на английском, соответственно, потому что всем интересно, ага, как это говорить с иностранцами, все тоже хотят говорить с иностранцами. У нас такая борьба происходит, в которой я проигрываю постоянно. Но у меня есть одна подруга, и мы с ней решили заниматься турецким, и она как раз изучает русский, и мы будем с ней так чередовать русский и турецкий, друг другу помогать. Она понимает, что мне это очень важно, вот, и я ей очень благодарна. Еще хотела с вами поделиться, как запоминать слова. Об этом нам рассказали на курсах. У вас, допустим, есть 10 слов, которые вы не можете никак запомнить. Вам надо составить по предложению с каждым словом, чтобы получилась такая история. Она может быть связанная, может быть, не совсем связанная, но если вы делаете это с абсолютно разными словами и пишете абсолютно разные предложения, ну, как историю, может быть, немного связанная, получается такой смешной и прикольный текст. Таким образом вы можете просто смотреть, как эти слова используются в предложении, использовать их и постоянно, может быть, читать свой текст, и это тоже довольно хорошо помогает. Так как у меня нет особой практики говорения на турецком языке, я создала свой YouTube-канал. Это то, что вы можете сделать вы, вы можете, конечно, никуда это не выкладывать или выкладывать просто в закрытом доступе для себя. Вы можете записывать видео на турецком, что-то говорить, говорить на разные темы, слушать свои ошибки после этого, просто анализировать то, как вы говорите, может быть, ваш акцент и так далее, громадику, какую вы используете, может быть, слова-паразиты у вас есть, которые вы постоянно повторяете. Записывая видео, вы тоже можете учиться. И я оставлю вам ссылку на мой YouTube-канал, вы можете посмотреть, у меня там есть всего лишь одно видео, но я планирую делать больше. Последнее, о чем я сегодня расскажу, это чтение книг. Чтение книг очень помогает точно так же учить слова, если вам что-то попадается постоянно. Не надо сидеть со словарем. Сидеть со словарем и с книгой это ужасно, потому что вы не будете получать никакого удовольствия от чтения. Потому что если вы будете каждое слово переводить и переносить его, там записывать перевод, это будет отбивать все желание читать и также смотреть сериал. Поэтому просто запоминайте, записывайте то, что попадает вам в книги, в сериале, в песни постоянно. То есть каждые там пять страниц, или через каждые пять предложений. Нет какого-то единого способа выучить язык, поэтому я не рассказываю вам, что вам надо делать это, это, это. Я просто даю вам какие-то советы, вы можете что-то подчеркнуть, это для себя новое узнать и воспользоваться. Надеюсь, что вы выучите турецкий язык. Я тоже, я начну говорить на нем. Оставляйте свои комментарии, пишите про ваши истории изучения турецкого языка. Также переходите в мою группу, подписывайтесь у нас там. Мне нравится, что очень многие оставляют комментарии. Это приятно, потому что у нас есть общение, и там сидит 600 с лишним человек. Это очень круто, потому что я эту группу практически ни разу не рекламировала. Может быть, два раза я там говорила, что да, у меня есть группа про турецкий язык. И люди сами приходят постоянно, это классно. Так что подписывайтесь, там же вы можете заказать у меня чек-лист, либо вы можете заказать, написав мне в ВКонтакте или в Инстаграме. Вот. Так что надеюсь, вам было полезно это видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok